Добрый день, меня зовут Надежда Миланова. Скоро Новый год. В шкафу на самой верхней полке лежит ёлка. Ёлка искусственная. Обычно достаем и наряжаем ёлку в последних числах декабря. Дети выросли, наряжать ёлку уже не обязательно, но по привычке хочется как-то поярче украсить дом, чтобы почувствовать приближение Нового года. Когда дети были маленькими, тогда соблюдался целый ритуал. Шли на ёлочный базар, выбирали ёлочку. Дома ставили в мокрый песок, чтобы дольше не осыпалось, и украшали. После Нового года, наигравшись, уже не с таким трепетом смотрели на ёлку. Нужно было постоянно убирать опадающие иголки. Потом приходило время снимать ёлочные игрушки и украшения. И выносить саму ёлку из квартиры. Это было грустное зрелище. И даже не потому, что не хотелось расставаться с праздником, а потому, что пока ёлку несли на помойку, оставался след из сухих иголок. В один прекрасный момент решили, что, пожалуй, достаточно. Нужно купить ёлку искусственную. Опять же, из соображения позаботиться о природе. Покупая искусственную ёлку, я была совершенно точно уверена, что поступаю хорошо, правильно. А как удобно было с такой ёлкой? Канун Нового года. Не нужно идти ни на какой ёлочный базар. Ёлку выбирать, покупать, деньги тратить, думать, как доставить домой, потом устанавливать. Деньги тратились один раз на покупку искусственной ёлки, и дальше она служила не один год. И не нужно было ухаживать как-то особенно за такой ёлкой. Я имею в виду, не нужно постоянно подливать воду в песок. Не надо убирать иголки с пола. После праздника такая ёлка разбирается на части, упаковывается и убирается до следующего Нового года. Красота! И тут я как-то услышала, что покупая живую ёлку, мы и заботимся об экологии. Как же так удивилась! Почему покупая живую ёлку, мы защищаем природу? Ёлки, которые продаются к Новому году, специально выращиваются в питомниках. Мы не будем сейчас говорить о браконьерских ёлках, это отдельная тема. На пустующих полях специально выращивают ёлки к празднику. Что для природы лучше? Пустырь или плантация ёлок? Конечно, плантация ёлок. Да, ёлку срубят, но потом снова посадят. И так будет продолжаться, пока ёлки покупают к Новому году. Есть спрос, есть предложение. Мы ёлку купили, даём стимул фермеру выращивать ещё. А, кстати, фермеру всё равно, что выращивать ёлки, розы или редиску. Конечно, за живой ёлкой в домашних условиях труднее ухаживать. Но зато мы получаем массу положительных эмоций. Во-первых, это красиво. Во-вторых, стоит такой аромат. Аромат хвойных растений улучшает настроение. Ей выделяют фитонциды, которые положительно действуют на нервную систему. Снимают напряжение, нервозность, создают атмосферу праздника. И, что немаловажно, позволяет погрузиться в воспоминания детства. Причём эти самые фитонциды также действуют и на дыхательную систему. В воздух выделяются эфирные вещества, обладающие бактерицидным действием. Срезанная ёлка продолжает работать примерно ещё две недели, обеззараживая воздух. Ну и срезанная живая ёлка, конечно, требует ухода. Во-первых, её нужно установить подальше от батареи. Чаще проветривать помещение. Чтобы дерево дольше сохранилось, полезно в увлажнённый песок добавлять специально приготовленный раствор. В стакане воды растворить нужно таблетку аспирина, ложку чайную сахара и соли. Аспирин не даёт развиваться бактериям, а соль и сахар что-то типа простейшей подкормки. Ну и, во-вторых, не нужно ёлку держать до 8 марта. Сейчас появились пункты утилизации, стало проще. Как вариант, можно купить маленькую ёлочку в горшке или в контейнере. Идеально для этой цели подходят карликовые ёлки. Зимой они находятся в стадии покоя. И землю в горшке нужно держать во влажном состоянии. А ёлочку желательно поставить в самое прохладное место. И как только праздники закончатся, эту ёлочку нужно перенести в холод. Например, на застеклённую лоджию. Это чтобы ёлка раньше времени не проснулась и не начала расти. А весной, как только позволит погода, такую ёлочку нужно высадить в грунт. У меня был такой опыт. Пересаженная ёлочка из горшка на участке карликовая за 10 лет выросла приблизительно на 1 метр. То есть, места занимает совсем немного. Есть ещё вариант. Садовые центры и гипермаркеты предлагают на прокат взять ёлочку в контейнере. Почему бы не попробовать? И несколько слов в защиту искусственных ёлок. Что не говорите о искусственной ёлке. Это удобно, просто и бюджетно. Некоторые ёлки выглядят очень нарядными, даже без украшений. Но Greenpeace предупреждает. Изготовление пластмассовых ёлок для природы не безвредное. И это только изготовление, а ещё и утилизация. Как правило, искусственные ёлки делают из пластика ПВХ, который практически не разлагается. В итоге загрязняет окружающую среду. А если учесть, что большая часть искусственных ёлок сейчас производится, скажем так, в странах азиатских, то мы не можем точно сказать, что ещё туда добавили и какие красители использовали. И такие ёлки уже при комнатной температуре могут испарять токсины, тем самым вредить организму. Кстати, живые ёлки тоже могут быть противопоказаны аллергикам. И общее правило для всех ёлок. Не рекомендуется держать их долго, чтобы они не превратились в пыль и сборники. И это на сегодня всё о ёлках живых и искусственных. Но это на сегодня. А что будет с ёлками завтра? Может быть, изобретут такой материал, что и овцы останутся целы, и волки сыты. Что, конечно, вряд ли. Как говорится, у одной медали две стороны. А я с вами прощаюсь до следующего раза. Буду держать вас в курсе. Продолжение следует...